Сразу можем перейти к делу. Номер вы, наверное, открыли. Откройте одиннадцатую фразу. Мы только несколько слов скажем и сразу перейдем к ней. Одиннадцатая. Ашурену. Да, пожалуйста, откройте. Я небольшое введение делаю для тех, кто не был, для тех, кто был. Мы не будем повторять текст. Хочу небольшое введение. То есть как бы... А, да, кстати, видите... Если не хватает книги, то есть книги. Вот, пожалуйста. Есть книги, кому нужны? Так, книги есть? Пожалуйста. Я думаю, вы уже все приготовились. Как вы помните все. Начинается наш перег, наша часть. Начинается со слов Кефилали Давид. И теперь мы закончим сегодня. И тогда нам будет интереснее, почему это называется словом Кефила. Это такое редкое начало. Слово не редкое, но для Тевелима очень редкое. Потому что, что такое Тевелима, как уже говорилось, это нечто похожее на самоанализ и вывод из этого самоанализа в виде просьбы. Поэтому то, что по-русски переводится как молитва и так далее, есть в этом что-то. Это не то, что неправильный перевод. Однако всего лишь только часть перевода. Потому что понятие ретроспективно на себя, интроспективно, так более правильно, интроспективно на себя посмотреть, это в слове молитва не звучит. Мы это не находим. А здесь это есть. И вот первая часть нашего перевода, она говорит о том, что Давид Амелла немножко там обсмущала, если помните. Он себя ставит очень как бы в такую позицию правильную. У него, конечно, есть для этого основание. Нас немножко это смущало. Я надеюсь, каждого, кто читает внимательно, должно чуть-чуть смущать. Мы сейчас найдем ответ на это смущение. Мы не могли его найти раньше, потому что нужно дойти до наших строк. Вы помните, что могло смущать? Значит, он говорит, что ты будешь меня судить, и ты увидишь, что цедок у меня, и ты увидишь, что направление правильное, и жизнь правильная, и так далее. Вот это, конечно, смущает. Как это понять, ты увидишь, а вдруг нет, а вдруг да. Более того, там говорится, ты проверял меня с таким намеком тонким, что можешь еще проверять. Ты проверял меня, и ты всегда видел, что все в порядке. Вот. Теперь. Но. Но. И вот теперь вот это очень, но очень важно. В прошлый раз мы на это не обратили внимания. Это как бы будет введение к тому, что он говорит сегодня. Хотя читали в прошлый раз. Уже тревожные ноты звучали на прошлом занятии. Посмотрите по суд хэ. Пожалуйста, восьмой. Шамрэйники и Шонбат Ай. Обращение ко Всевышнего. Храни меня, как зрачок глаза. По-русски зеницу окон. Мне не хочется тут сказать зеницу. Не ясно, что это значит. Я хочу подчеркнуть зрачок. То есть вот эта вот черная точка посередине глаза. Темная точка, точнее. Храни меня так. Почему? Мы уже говорили об этом. Потому что Давид Амеллах именно в своей интроспекции, когда он смотрит на себя, он видит, что он не талит шакулот хэлэ. Есть такое выражение. Это не талит, который весь голубой. Вы знаете, что в талит есть задача. Мы сегодня не можем выполнить, поскольку нет этой краски. Но есть задача, чтобы кисти из восьми ниток две были синего цвета, а остальные белого цвета. И если из Талмуда вытекает при анализе недельной обновы Кора, когда Кора выступил против Лоширозейну, то он сказал так. Нужно ли, если талит, сам талит, весь синего цвета, нужно ли тогда в кисти, допустим, они белые, пропустить две эти нити синего цвета? Ведь если задача видеть синий цвет, то сам талит весь синего цвета. Талит шакулот хэлэ. Это выражение вошло, и дематическое выражение в разговорный язык, в грамотный разговорный язык, когда хотят о человеке сказать с иронией, что ву талит шакулот хэлэ, что он думает, что он абсолютный, что это, скажем, на ла-ха-шаре, знаете, рядом со всемищеем где-то находится. То есть нет абсолютно его поведения или в нем самом нет ни одного, даже маленького. Это талит шакулот хэлэ называется. Так здесь мы вдруг видим тревожную ногу. Хотя до этого Давид Аннелло говорил, как и тонкий. Ты меня проверял, если мог убедиться, и так далее, и так далее. И вдруг он говорит, но храни меня, как этот зрачок хранят. А зрачок, это серединная точка в глазе, она темного цвета. То есть он понимает, что он, как и любой человек, это не талит шакулот хэлэ. И более того, оказывается, не смотря на заявление о том, что ты меня проверял, и так далее, он понимает, что источник того, что человек может устоять на земле, его благополучие, и вообще его движение, его роста, вся его судьба зависит не, как сказать по-английски, не лип-сервис, не масса сватая на еврейке, не просто отдать должное. Ну да, конечно, ты, а на самом деле, там, в скобках, это я, а на самом деле, нет, не так, именно ты, это ты, ты всевышний, от тебя только это зависит. И поэтому он вращается, и в этом слово сфила раскрывается. И мы увидим, как это дальше будет. Шамрэйники и Шонбат Айн. Начитай этот ваш рак. Смотри за мной, пожалуйста, помоги мне удержаться, как человек следит за своим глазом, потому что малейшее поражение в глазу и уже он не видит. То есть тут щупить нельзя. Это вещи не шуточные. Вот почему сравнение с глазами. Еще доцеркно-техо-тостерене. Мы читали это предложение восьмой фразы. Доцеркно-техо-тостерене. То есть ты укрой способа этого мира. При том, что он, вот видите, так мог устоять и прочее. Но он говорит, ты все-таки под крыло свое восьмой фразы. При всех моих качествах, говорит Давид Аминов, я все равно не устою. А где, а с чего нужно опасаться? Вот первым приходим к сегодняшнему дню. К тому, что мы будем заниматься сегодня. А что в этой силе, в этой просьбе отражается какое-то опасение него? От чего он должен опасаться? Действовать? Чего нужно бояться? Что за углом тебя ждет? Где эта опасность? Сейчас мы увидим. Пока он не говорит где, но мы сейчас поймем. Следующая фраза мы ее читали, девятое, еще раз. Митмей и Шаим Зу Шадуни, поскольку злодеи, они меня ограбили от этого чувства, что я у тебя под крылом. От этого чувства, что ты меня охраняешь. То есть от правильных моих чувств меня злодеи отбивают. Не говорят мне, что я плохой, а наоборот может быть, говорят, что я хороший. И не надо волноваться, и не надо бояться, что есть Всевышний, это хорошо, где-то на небе очень далеко. А на самом деле все оттуда только зайдет. И вот эти ядовитые мысли, которые отбивают человека от правильной позиции, он говорит, они же меня ограбили, посмотрите, как уже прямо выносятся. То есть он понимает, что он не только опасается в будущем, а уже есть этот отец. То есть этот яд уже впрыснет, даже ему где. И он себя обрисовывает, как пишет мне фаршин, Сахамим в разных местах устной и письменной теории, которые имеют отношение к этой празе, и Давид Амелов, что он награн себя чувствует, это правильно, награнит. Направо пойдет, будет хорошо, допустим, налево он пойдет. А не так, что у него есть огромный запад, в основном все хорошо, и, как говорится, дальше он может 50 раз еще неправильно себя вести, можно по 51 первый выступок, он все равно ощущает, что это не так. Поэтому он говорит, что дунь, они меня уже ограбят. Я чувствую, что я уже ограбил, как я отпрысну, я скептицизма неправильного, ни разумышления человека, ни сомнения человека, сомнения только, человек растет, если у него есть сомнения, и он думает, и он преодолевает. а ядовитый скептицизм, например, что все равно, вообще закона нет, все относительно, нужно жить сегодня так, потому что это сегодняшний день, а вчера жили иначе, потому что это вчерашний день, а завтра может быть еще иначе, не важно, все не важно, все не имеет значения. Вот этот момент, он чувствует, и в него тоже был впрыснут, вот этот я, и он говорит, шадуни, а со шадуни, да, точка-то, да, а со шаде, сколит, грабеж, меня ограбили, он говорит, представляете, где мы, где он, даже он говорит, меня ограбили. И кто? Вот и продолжает, айвай, ба, мэхэш, я ки, слова, это те, кто враги мои, которые враги моей души, не те, кто у меня деньги хотят взять, не те, кто меня убить, может быть, хотят, или там, что-то, враги у человека могут быть разным, и другие поражения, нет, это хотят отравить мои души, вот что им важно, ой, ба, ба, мэхэш, кто эти люди, это ли? Ну, человек, фраза, как бы, немножко оценивает их, мы еще не знаем, кто они, это была последняя фраза, в прошлый раз, посмотрите, десятая, хэлбамо, сагру, их, вот этот, внутренний жир, жировые клетки человеку очень нужны, потому что из них он умрет сразу же, но есть элементы тела человека, которые не символизируют это здоровье, это, так сказать, неправильный жир, и как вы говорили на примере животных, что даже когда карбан при ношении животных было, овец, икот, и так далее, то эта часть жира на мезде не шла в качестве карбана, требовала сжигания, уничтожения, выграсывания, и так далее. И в законах кашруха, если мы бы с вами открыли второй раздел шулфанаруха, йородея, то мы бы с вами изучали первых, первых ста параграфов шулфанаруха, йородея, мы бы изучали, какие части животного кашерные, и какие нет. Мы не говорим о том, что животное не кашерное. Животное кашерное, и зарезано было кашерное, но отдельные элементы все равно не кашерные. Такие вот этот хэлэн, называют. Те, кто учили Тору, и так далее, наверное, уже это сталкивались, помнят это, и все. Но здесь это подчеркивается вот кулахтель. Хэлбамо, это хэллапшенаген, это такая поэтическая формула. Хэлбамо сагру. Их этот хэллапшенаген, у этих людей, у этих врагов. Мы не знаем, кто они такое. Он их закрывает. Они ничего по этому, они не понимают. Это как бы стенка, или крыша между ними и Всевышнего. То есть они как бы отделены в чем. Они находятся по другую сторону баррикады. И в результате, смотрите, кто они. Пи-мо, это опять, Пи-гэн, это Пи-мо, Пи-мо, Ди-бру, БГУ. И говорят они поэтому, и выражаются высокомерно. Да, все знают, кто гава высокомерный. А что такое высокомерный? Интересно, что в Халмуде говорится в другом месте, что с одним человеком Всевышним вместе быть не может. Это с тем, у кого есть гава высокомерный. Со всеми может, а с этим не может. То есть тоже сильно высказывают. Мы бы не ожидали, что именно вот это качество будет таким определяющим. Мы бы думали, что другие. Так как у человека есть хорошие и плохие стороны. Мы бы о других плохих думали. А тут оказывается именно вот это. И это понятно. Высокомерный означает, что с тобой ничего нет. Ты главный. Кстати, Всевышний вместе не может потому, что нет его в этом мире. То есть так в высказываниях уже относительно недавних наших разных учителей на вопросы а где Всевышний, где его искать, значит где он, где там, наверху, на небе, на земле, где он. То много, мы знаем, много разных ответов. И один из них это он там, где ты его впускаешь. То есть у человека когда голова, он его никуда не может впустить. Нет места для Всевышнего. И поэтому это обратная сторона Талму. То, что Талму называется. А когда Барабут говорит мир, рядом с этим не находит. И тогда Завитавелла говорит вот эти люди закрытые вот этим нездоровым жиром, неправильным, мы говорим, в духовности отмечаем. Они следствуют, кто они такие? Весокомерные. Кто эти люди? Значит, я там как математически немножко подвожу вас мысли, потому что такой некий детектив выходит, но конечно не детектив, а другое немножко. кто эти люди? И поскольку вы не первый раз уже здесь на занятиях подвели, то может вам пришло уже в голову или пришло быть, но нас нет времени ждать, я должен как учитель сказать, и не ждать долго, пока вверх в голову, что может быть, это ты сам. Может ты и есть тот, у кого это духовный жизнь, у которого закрыто все, и устат говорят высокомерно, может ты есть это правильно, сказывается, это мысль, мы о ней говорили, может быть он называется ровно расхоженным затем дежурным, и почему я очень боюсь этих выражений, я не люблю очень дежурные слова, это ецер-арай это ецер-арай это дежурное слово, это все время все говорят, но где вот ецер-арай и что с ним делать никто не задумывается, потому что очень удобно говорить, что я не виноват, это ецер-арай склонность к плохому, то есть я это есть, а склонность это где-то хранит, может ты это и есть ты, может в тебе ецер-арай ецер-арай конечно, в данном человеке склонность хорошего, но есть склонность к плохому, так из-за того, можно абстрактно любить себя и списывать все на ецер-арай это удобное самоиндульгентное автоматическое понимаете, да, очень хорошо я здесь ни при чем там ецер-арай где-то так можно задуматься, что это здесь очень близко и как он говорит ой, вай, это мои враги он даже во множественном количестве это говорит почему Давид Аннела говорит все время о множественном количестве много ецер-арай говорит как бы единицы да а потом это много нету человека полно ецер-арай нету 6 или 150 то есть тут можно понять чуть-чуть что это такое и вот теперь пусть вас не удивляет что при этом это не противоречит совершенно и моя задача вам это объяснить при этом Давид Аннела говорит об этом как о постороннем как о врагах вступает с ними даже в быстрый диалог с этим врагами или говорит о том что они говорят и отвечает им на это потому что это правильно это есть внутренняя жизнь человека это не человек не из дерева не из камня но из внутренняя жизнь должна быть внутренняя жизнь и плохо когда у него есть ядовитые отношения цинизм это плохо то время как размышления совмения диалог внутренний это хорошо если перед этим говорится певали Давид помните начало первая фраза к кому он обращается ко всевышшему как только так тогда уже все эти диалог пойдет хорошо главное об этом не было он знает к кому он обращается и знает от кого он просит храни меня как вот план как оху понимаете тут у меня негде остального у меня это размышление и он описывает их так и потом поймем я вам скажу почему это во многом числе а пока вернемся давайте к обычному нашему миру потому что тут нет противоречия есть ли он цельный и то что мы видим глазами и то что мы не видим глазами это все одно и то же есть вещи которые мы видим глазами и есть вещи которые мы не видим как говорит халмуда молхуд де арах и молхуд аракия и наоборот молхуд аракия и молхуд де арах царство на земле такое же как и царство на небе и царство на небе такое же как на земле все это аналоги и если внешние враги это аналог внутренних врагов и так далее надо только видеть причину следственной связи очень часто внешние враги это следствие того что у тебя изнутри внутренней, дорогие, а не наоборот. Понятно, да? То есть сначала ты не справился со внутренней проблемой, и возникает тогда внешний, как следствие, а не наоборот. И внешний, то это не тяжело. Это жизнь очень трудная, потому что то, что внешне нам сразу будет больно, или что-то хорошее, нам сразу хорошо. А вот внутренне ты не знаешь, что с этим делать, не знаешь, где-то искать, не знаешь, где-то ловить все. Поэтому, конечно, в этом есть проблема. Вот следующая фраза. Идем вперед. Тут кавычки нужно, тут до витаминов рассказывай, что говорят эти враги. Это их сейчас три слова. Ашурену ата сывовуну. Ашурен это наши шаги. как мы идем. Ашур, это такой в тонах, это часто, как у нас уже было здесь. Ошик? Не, не, не. Ошик это ошик. Ашур означает шаг. И жизнь. И у нас мы это уже с этим сталкиваем. Ашурену ата сывовуну. То есть, в пятом пасуке, посмотрите, тамох ашурай. Пятая фраза. Что значит, вам было, пожалуйста, пятая фраза, посмотрите. Укрепи мои шаги, поддержи. Теперь они говорят, враги, в одиннадцатых раз. Ашурену наши шаги. То есть, то, что мы, как мы перемещение. А что перемещение больше? Наши перемещения теперь, в данное время, сывову. Сывову, это окружили. Окружили со всех сторон. То есть, они говорят, эти враги, что вот мы уже Давида Неллах, если смотреть по земному, мы уже его окружили. То есть, мы и Новых как сейчас делаем. У нас все в порядке, мы уже его окружили. Кавычки закрывают. Давида Неллах рассказывает, как они говорят. И дальше он сам их оценивает. И мы вон, читаем дальше. Яшито Линто Два Айн. Их глаза, вот этих врагов. Слово Айн означает источник Ису, то есть, откуда это происходит. Мааян, это источник воды. Айн, это источник. Глаза, как источник души. Отражает внутреннее содержание души. Слово Айн. Так Эйнаген, их глаза, вот этих вот, врагов, или иначе говоря, их суть сама, Яшито Линто Два Айн, направленный, Яшито это направленный, для того, чтобы сбивать на земле, вот сбивать с толку тех, кто на земле, тех, кто я должен вставить, здесь не говорится, что я вставил, сбивать на земле, для того, тех, кто на земле. Или иначе говоря, если мы помним, что Эрес, земля, это материальный мир, то есть, они, вот эти враги, в материальном мире, их задача сбивать с толку. Тогда уже мы расширяем кандидатуру на этих врагов, мы их определили общим словом, гетка, вора, по категории, и теперь мы уже их расщепляем, это какие-то силы, которые человека сбивают в его материальной жизни, в материальной, на земле, сбивают его с толку. И кто это, кроме Ересова? Ересова просто объединяющаяся, а это духовные порождения в духовном же мире, связанные, во-первых, с поведением самого человека, вещи, которые разрушают ссору, разрушают битвот, моментально порождают духовные силы, направленные к человеку. Это так называемые, это называется категор на языке толвода, отринитель. И еще, человек может нести определенный груз от рождения. Значит, этот груз, который не представляет собой обреченность человека, что, у меня есть груз, и ничего не поделаешь, а это от рождения у него уже определенные, знаете, придача, как-то покупали билеты, надо было с нагрузкой покупать билеты. Он лучше давали собрание сочинений якобы хороших французских писателей, но нужно было еще собрание сочинений там, не скованных, не школьников. Ничего хорошо. Видите, это в хорошем дальнейшем. но нельзя чтобы все плохо, он даже должно и полиции тоже. Да. Нет, я никогда не говорю, и этим словом, как бы, обратили внимание, никогда не пользуюсь, и вам не рекомендую пользоваться. Для того, чтобы мы не говорили о том, о чем мы не знаем и не понимаем. Генгуль, да, Генгуль. Удобное слово, расхожее, значит, еще меньше понятное, чем есть гора. И тем самым в жизни еще меньше имеет смысла. Потому что еще не родился человек вот здесь в 20 веке. Я не хочу сказать, что мог видеть Ария Кадош 400 лет назад или другие люди его типа. Но так по-пределенному уверен даже. Можно сказать, что не ходят по земле люди, которые могут кому-нибудь сказать, из каких он действий этот Генгуль был ли, и все такое. Это отдельная тема очень большая, не хочу в нее входить совершенно. Что я рекомендую, не пользуюсь этим, чтобы не произносить духовные вещи в суе, как по-русски надо было сказать, и не выглядеть поэтому наивным человеком, который говорит, но не знает, о чем он говорит. Значит, ребенок, который где-то слышал о том, как устроен радиоприемник, а ему 5 лет, а потом начинает со пломбом это все пересказывать. Представляете же он где-то слышал, а он уже все пересказывает, он уже знает все эти старомодные транзисторы и вот микрочип фирмы Intel, он уже понимает и знает, что это такое, а ему 4 года как это выглядит. А мы допустим понимаем, что это, как мы на него смотрим, исходительно, да? Мы не смеемся, погладим по головке, 4 года, все нормально, все хорошо, вырастет, можно и будете знать, что такое это чип Intel понимаете, какой-то или не такой-то 300 МГц или 450 может быть будет узнать все это, а может быть не, не знаю, но в 4 года ничего это не знает, чтобы мы выглядели так, виз-ави этих ситуаций, так у меня очень серьезная рекомендация не пользоваться ими, иначе можно попасть сам перед собой, если потом, когда подрастем, еще и поймем, как мы выглядели, кто мы выглядели, при этом, я совершенно не ограничиваю наши огромные возможности духовных занятий роста, потому что много тем, много областей, которые вполне даже более чем не только доступны, но и нужны для того, чтобы мы об этом думали, чтобы мы интересовались этим, когда-никогда, однако заложено, я не стесняюсь поговорить и часто говорю об этом, заложено у нас у всех то, что подметил Марк Флэн в книге Янки в дворе короля Артура, если кто читал, помнит, может быть, а если не читал, я напомню, он, конечно, апофеоз скептического человека 19 века, но из этого тоже можно научиться, он был как будто бы при дворе короля Артура в шестом веке попал туда и там был придворный волшебник, Мерлин его знает, он все знает, он был волшебный, понятно, что человек был выдающийся и любимым делом было короля Артура и рыцаря круглого стола, это когда у них там, я изменяюсь, праздничная пиуда, прапеза, пир, все гости уже немножко поели и больше и вот приглашая к этого придворного, чтобы он развлекался, а развлечение было такое, значит, кто-нибудь из присутствующих или сам вот, говорит, так, король, Артур говорит, скажи мне, пожалуйста, что вот мой праюродный брат там герцог баварский делает сейчас, натренированный далеко так устремляет и через минуту дает ответ. В этот момент я слышу там музыку, я слышу, это в Германии, они в Англии всегда, он в Германии, я слышу это и они с флагами выезжают, все кавалькадо, там, все выезжает на охоту. Все покрестим. Дальше второе, а что делать мой брат, там, герцог Орлеанский какой-нибудь во Франции, потому что англичане, значит, всегда жить как-то вместе не могут. Что-то тоже, значит, задумывается, говорит, об это время он там готовит страшные планы например, по нападению сюда. И вот этот янкий американец, его больным рационализм 19 века, он говорит, можно я выдаваться? и говорит так, руку назад за спину поставил и говорит, уважаемый волшебник Мерлин, может быть, скажет, что я делаю с твоей правой рукой и у себя же спиной. А все посмотрят. Не надо нам герцог Орлеанска и скажем, что я здесь делаю, и так все видишь. Там ничья, кстати, была. Вы думали, что это американец победит? Не так просто. То тоже не выкавший. Он задумался и сказал, я отгадываю только королевские особы. А такой простой человек, как ты, а он не был аристократ, американец теперь, это вне стеры моего воспоминания. Легкий перевод с английского Марсвена на русский. Понятно, да? Что я так хочу сказать? Это всегда у человека есть интерес вот к чему это где-то герцог овлеанство росло. И совсем это может это интересное. Это действительно Мернин задевал больную точку. Людям интересно, они сидят в этой Англии. Им очень интересно знать, что в этот момент, не было телевизора и телефон, что в этот момент происходит. И вот приходит человек, который месопек это асфора, на иврите называется, кто снабжает этими знаниями. И выгодовольны, никому не приходит в голову, откуда он знает. А может он не знает, а может это не так все. Это совершенно здоровый скепсис, как раз не больно, а здоровый. Так это много больше интересных, так вот этим задаваться просто. А что здесь? Мы только что сейчас изучаем занятие книгу «Здорового ценность». Роз, я не знаю, где-то, «Здорово», «Здорово». А я не знаю, я не хочу комментировать ничего больше. В чем «Здорово», «Здорово». «Здорово», «Здорово». «Здорово», «Здорово», Вот это как раз «Колкологическая». Это потрясающе уважаемая книга, но это совершенно не относится к тому, что я сейчас говорил. Я не хочу ничего говорить ни о чем больше, но книга «Рамбхань», «Рахмошэффаэм Саша. Это очень серьезная книга, но я заранее хочу сказать, что она очень серьезная книга, и я был очень огорчен и узнал, что она вас приводит к таким мыслям, что вы будете про Георсока Орлеансского шаг знать и все такое. Вот это я бы огорчался. Ваше настроение, надеюсь, не ухудшилось. Смотрите, что вы сделали с вашими вопросами. Вот это все, вернемся к нашему занятию. Так что мы здесь имеем? Кто эти многочисленные враги? Теперь мы уже понимаем, что это духовный мир, который бесконечно, я очень слова отчастливы подбираю, бесконечно подбираю, бесконечно, бесконечно количество слоев, бесконечно количество явлений. Там человек, который на земле находится, поскольку он душа духовного мира, а не материальная душа, то движение души создает явление духовного мира. Как явления положительные, так и отрицательные. Эти отрицательные явления создаются субстанцией, которые потом, и мы буквально вот уже сейчас, скоро очень почувствуем, что они могут сделать с человеком, мы даже увидим последствия их действия, они влияют на человека. И поскольку нету, нету праведника, который бы не согрешил, то у каждого человека есть такие враги, которые результат его поведения, или даже момента рождения, так сказать, что у него в душе уже, которая возникла в момент рождения, в момент зачатия более точно, уже заложены параметры определенные, которые, как я сказал, не предопределяют быть ему хорошим или плохим человеком, а предопределяют, с чем ему придется иметь дело в своей жизни. То есть, какие барьеры стоят на его пути, это уже будет поставлено определенный момент зачатия. Это да. Успех или неуспех, и определен свободу выбора человека. Но барьеры определены. Например, уже сразу может быть поставлено следующее, что человек родится, вот сейчас вы неожиданную вещь услышите, родится, и ему придется в жизни продолжить страшнейший барьер. Это барьер очень тяжелый. Вы знаете какой? Он будет очень богатый человек. Выиграет по лотерею 18 миллионов шекелей. То ли, значит, его там папа с мамой ему оставят 150 миллионов шекелей. И это один из ярких примеров. Часто для нас это учебный пример, потому что мы не особенно сталкиваемся с такими силами личной жизни. Но это тяжелейший барьер. И его преодолеть, кстати, это очень серьезно, исходя из своих опыта наблюдений за людьми и прочего, чтобы его сталкиваться с ними. Это очень тяжелый барьер. И его преодолеть очень тяжело. Я знаю, что многие скажут, ладно, дай мне этот барьер, я всем покажу, как я его преодолеваю. Это так, может, только наивный человек. Это еще ими. А? Ими? Нет, я не сказал, это наоборот. Я не сказал. Я скажу, что это барьер. И человек попадает в эту ситуацию, а дальше он должен правильно выбирать. Я же мог... Были простые барьеры, естественно, очевидные? Я хотел именно такой парадоксальный барьер вам показать. И это определяется уже от рождения. Будет он богатый или нет. Потому что это барьер, который будет дан и будет показывать сразу. Теперь, вот эти враги, на кого они похожи? Или Ецер Горайса, смотрите, 12-я фраза. Димьонокеарье, Гексо, Битрот. Эти враждебные силы, или Ецер Горайса, как объединяющие, или по отдельности, на кого они похожи? Они похожи на Орьель. На Льва. Лев, вообще-то, это очень положительное животное. Из этих неожиданных двух раз, он сотрясается с остальными. Потому что такое свойство его здесь неудачное для нас. Ецер Горайса, Битрот, страшное желание у него есть схватить и разорвать добычу. Битрот это разорвать, разтерзать, уничтожить. То есть не просто голод, а вот именно даже просто схватить и сделать удар. А почему Арье, что это враг очень серьезный. И еще более того, уфи Кфир еще бы не старин. И он, как Арье, это лев зрелого возраста, а Кфир это молодой льв. Или он похож на молодого льва, который сидит в засаде. То есть если первая часть фразы нам говорит, что имей в виду, это опасно и прочее, но ты очевидно, видишь это, то вторая, будь осторожен, что в засаде может прийти. И что мы здесь имеем? Что Давид Аннелев, смотрите начало, какое у нас было. При том, что он сам о себе сказал, на каких крепких позициях он стоит. Обратите на это внимание. Мне пришел как бедный, который, знаете, ничего не может, не знает, не справляется в жизни. Наоборот, ты меня проверял, я справился, ты это, я все. И вдруг он здесь говорит, когда он адресовал этого врага, а мы уже понимаем, что это внутренний враг человека, он говорит, кума Гошем, кадма панат. Мы уже говорили в Тагилии много раз, что кума Гошем означает, что я призываю тебя включить свое действие. То есть не жди, включи. Опереди его. То есть оказывается, без Всевышнего, он ничего не может. Он должен помочь ему опередить этого врага. А если не опередить, то он нас как лев разорвет и съест плочья. Понимаете, так, не так, так. Ахриэйгу и придави его. Полтановщи Мираша Хардеха. Все души мою спасет от Раша. Мы уже знаем, кто это Раша. Это утро человека теперь. Полта это спасти, да, избавиться. Полит, да, тот, кто встает. Полтановщи Мираша. То есть избавить от этого владея Хардеха, твой меч. Не мои заслуги, не мои усилия. И когда вы скажете, может лежать на печке. Во-первых, Давид Амелок нигде не говорит, что нужно лежать на печке. Во-первых, весь Керелин это его стила. То есть это его сильная работа, его сердце, его души. То есть не лежание на печке, что все равно там не спасешься. Потому что Всевышний хочет, чтобы была тсила у человека. Во-вторых, всю жизнь, мы знаем немножко биографию царя Давида, хотя бы немножко. Мы поговорили в начале введения к этой книге. Ну и вообще вы слышали, это не человек, который лежал на печке. Но при этом он говорит, что твой меч что-то меня спасает. Херед это меч, да? Хардеха твоей меч. И дальше вот эта фраза, которую я очень на нее хочу обратить внимание, предпоследнее, уважаемое. Две правды встанут. Смотрите. Нимтин ядхагаше. Предпочитаю быть. Слово предпочитая нет, я вставляю в тексты нет. Предпочитаю быть из тех, кто умрет от твоего решения. И сейчас в сравнении мы постараемся. Часть фразы. Мимутин мыхэлет. Чем те, кто умирает от ржавшины. Обещал сказать, какое действие на человека враги оказывают. Хэлет это ржавшина. Ржавшина, которая пропитывает и человек уничтожает его душу. И вот он говорит, что я предпочитаю идти в правильную дорогу и тяжелую приезду. И умереть, когда надо будет. Мне говорится, на 120 лет расширен. Даже до Витамера, сколько он жил? Помню, 70 лет. Чем протянуть? Может больше, чем 70 лет? Но быть проржавелым и заржавелым. Понимаете, вот эти вот. Который ничего этого не видел, не понимал. Который жир внутренний вот этот вот. И все, что связано в одно. Вот этот жир внутренний, который человек обволакивает, успокаивает. Более-менее все хорошо, все будет хорошо, все было хорошо. И даже правильные слова, но они причем приводят до ржавшины. Когда нет изоостренности ума и тела. Когда человек и живет, и он засыпает. Как я люблю часто говорить, из-за того, что с молодежью со временем я и делал. То меня всегда потрясает, когда я вижу правду. Просто делюсь с вами богатым опытом. Это ни один случай, ни два. 20-ти или 30-ти летних людей, которые на пенсии находятся. Ну, на духовной пенсии. Понимаете, они уже все видели. Они все знают. Все, оставшуюся жизнью, еще 90-ти летом осталось, если в политике, то есть до 100-ти лет. Еще с 90-ти летом и собирается на пенсии. Вот вы будете спрятаться, я видел это ни один раз, ни два, ни три. Вот это вот хелик, вот это ржавчина. Потому что кто ржавел, уже, значит, заснул, тебя уже нет. Ну, сильные слова не хочу так сказать. Но план понятен. Теперь, а вот те, кто умирают первого, как Давидов, те, кто от Всевышнего, что у них? Все же смертные. Где циник войдет через Каз? Такая разница. Все же у них, правильно. Ну, нет, разница, сейчас разница. Хелкан, доля тех, кто не проржавел, это бафаин. И у них доля, это хаин, у них это настоящая жизнь. А вы много раз в Торе видел, что когда говорится слово хаин, это имеется в виду олам-габа. То есть, это жизнь реальная. Это жизнь здесь у нас, как сон проходит. Потому что все мы утром встаем, сон быстро пролетает. Да, пять минут, там, говорят, или три часа, это не важно. Но все понимают, идем вечером спать, надеемся утром встать. И все понимаем, что с опытом пять часов, семь часов мы спим, и все. И сна уже этого нет. Может, вам приятно очень, но он кончается. Жизнь тоже так же. Только не одну ночь. Помножьте на некоторое количество, чуть больше, до 120 лет. Но все равно это пролетает как сон. Но оказывается, что хелкамба хаин, что хаин, это вот именно у тех, кто метин ядха, от твоей руки умирает. То есть, с тобой вместе находятся. Ну, по одну сторону баррикадса Всевышним находятся. Потому что они хелкамба хаин, утфунха, тимале битнам, и твои тайны. То, что действительно человек хочет знать, и душа востремится обознать. Это не важно, где он сидит, на чем он сидит, и какой вид он создает. Если человек проживел, он ничего знать не может. Есть бы у бани. Такой человек будет насыщен. Многостное число, потому что хелкамба, это эти люди. Это категория людей. Они есть бы у бани. Они будут насыщены дословно. Здесь говорится. Нам нужно понять, что такое насыщенный. Это означает, что у них, во-первых, эта жизнь здесь не зря. У них продолжение есть. Такое пространство. Вот в Тангуде говорится, что Тангудин хобани, ученики, как дети. Это расширение от прямого понятного, генетического понятия Бен на еще более широкое. И еще более широкое понимание, это построение в жизни вообще. И более того, это не просто так, что человек в этой жизни что-то делает и расстроит. Тут еще говорится очень важная вещь. Вегениху и кран ле олалейген. И даже есть, что оставить потомкам. То есть это не духовное строительство сиюминутки. Пусть даже духовное, но как-то сиюминутки. А это идет, и из этого идет дальше, идет дальше и дальше. Олал это, иногда это переводится как маленький ребенок. Как наследник, как потомок. Вот такие переводы этого слова. В каждом контексте чуть-чуть по-своему. И, наконец, последняя фраза. Теперь, я надеюсь, вы немножко уже поняли, что такое тфила, человек. Как Давид Амелор выстроил, что такое его тфила. Причем именно теперь он понимает, почему он начал так сильно. Еще раз посмотрите на начало. Тфилалы Давид, первая правда. Чима гошел цедек. Слушайся, Всевышний, в то, что я стою на позициях цедек. Он как бы высоко очень начинает. Такщи варинати. Ты вслушайся в интенсивный взрыв эмоций моей души, которые к тебе направлены. То есть, очень все высоко. А дальше, что он говорит, и несмотря на это, храни меня, раз. Если ты не опередишь врага, он меня уничтожит, два. То есть, понимаете, именно потому, что когда человек намного меньше и слабее, тогда может сказать, ну, конечно, там он сильно, вот, нет, он говорит, даже если ты все правильно и все, нужно быть очень осторожным. И все время помнить и обращаться к Хракадош Горубу по Всевышнему. И последняя фраза, ани бацедек, эхэзэ панэ, я твой суть, пани, это суть внутренний, да, не знаю, по нему, я твой суть смогу наблюдать бацедек, если, так сказать, это путь моей жизни будет на основе справедливости, на основе цедек. Вы помните, что первая фраза тоже была целью, и он подводит итог. Первый он говорит, что слушай меня, я иду по линии справедливости, а потом подводит итог. Если я пройду по этой линии, то я смогу твою суть понять, я буду ее наблюдать, когда это может произойти, кто этот человек, который суть Всевышняя видит. Нет таких людей. Помните, Мошер Абейни, самый большой пророк истории мира, хотел и не смог убить, Всевышний объяснил, что я не могу тебе показать. Как же Давид Амела говорит, а? Да, как и Давид Амела, он хотел показать суть, суть управления миром, и Мошер Абейни не получил. Всевышний показал только Меохор. Прошлое ему объяснил, будущее ему не раскрыл. Показал ему узел филин, как бы. Кто знает о году в Масе Ходбрахот, Палмуде, Всевышний показал ему узел филин. Да, все знают, как бы узел надевается, как будто бы у Всевышнего. Потому что он показал ему, что все вместе соединяется. И те, кто видели филин, наверное, многие знают, мужчины должны знать, женщины тоже обращаясь. Но видели ремешки. Видели? С одной стороны черные, с другой стороны белые. Если там, где черная, так сказать, краска отлетела, то филин нельзя одевать. Это можно показать. Ну, не об этом же идет речь. Осталось, нельзя одевать. Ты будешь потом красить. Но я говорю, сегодня нельзя одевать. Почему? Казалось бы, хорошо. Черного не будет, будет еще больше белого. Нет. Жизнь состоит из черного и белого. И все это в одно кузел закручивается. Это все, что Машир Абейн увидел. Хотел больше увидеть? Больше будет. Понимаете? Так что же здесь говорится? Бецедеке хз панеха. Говорится, смотрите, СБА, багакитс тмой атех. Только когда у Тхьята метин, багакитс это проснуть все. Встань. Только утром. Ну, не утром, конечно, да? Хьята метин. Только после всего. Мы уже говорили о седьмом тысячелетии. О седьмом тысячелетии, переходя в восьмое, которое. Там он делится на этапы. Переходя в сторону восьмого туда. Только там мы будем насыщены. СБА от слова Литбора насыщится. Мы будем насыщены. И он о себе говорит, и каждый может так надеяться и хотеть. ТМУНАТЕХА. ТВАИТ ТМУНА. То есть слово ТМУНА, чтобы вы не пугались, что это такое ТМУНА. ТМУНА, в еврите ТМУНА, означает от слова МАНОТ, МАНОТ, МАНА. МАНА все знают. Она ходит в столовую, в ресторан. Все ходят. МАНА, порция. ТМУНА, это то, что он говорит, что после того, после того, в седьмом и восьмом тысячелетии, будет видно все твои доли, все детали, все, понятно, все эти кубики, из которых картина создавала. ТМУНА, ПАЗЛУ, 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 ПАЗЛУ. Прошу.